Купальный сезон завершен. Пляжи на Абаканской протоке и острове Татышев закрыли. Зато в самом разгаре сезон сбора грибов. Какие рекомендации дают грибникам спасатели, расскажет прямо сейчас замначальника Главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Он в студии Валерий Ильич. Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Хотелось бы предупредить сразу. Метеозависимых предупреждаем. С 17 по 20 августа ожидается сильный магнитный бурь до 7 баллов включительно. Будьте осторожны. Особенно предупреждаем водителей. Будьте внимательны. Предстоящие выходные и начало следующей недели будут довольно-таки теплыми. До 20-28 градусов. Остатков не ожидается. Вместе с тем, со вторника по четверг мы ожидаем понижение температуры. До 24-х ожидаются дожди и грозы. Также мы ожидаем усиление ветра в субботу и в четверг. Из-за дождей возможно локальное подтопление участков улиц Советского, Октябрьского, Ленинского, Красноярска. Всего 13 мест, а неизвестно. Вместе с тем, уважаемые красноярцы, еще велика пожарная опасность в лесах. В крае горит более 318 тысяч гектаров лесных массивов. Напоминаем, в крае действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соблюдайте необходимые ограничения. Несмотря на то, что купальный сезон закрыт, на водоемах Красноярска, края продолжают гибнуть люди. За прошедшую неделю в крае утонуло 6 человек. 5 были спасены, в том числе 3 детей. Напоминаю, что вода в реках и озерах уже прохладно, купаться не рекомендуется. В Хакасии на озерах температура воды 14 градусов. На озерах Шарыповского района она еще ниже, 12 градусов. На острове Татошево-Абаканской протоки, а также в Железногорске и других городах купальный сезон завершен. Пляжи закрыты, медики и спасатели уже не дежурят, поэтому купаться там крайне не рекомендуется. Уважаемые красноярцы, напоминаю любителям отдыха за городом. Соблюдайте правила поедения на туристических маршрутах. За эту неделю в Ермаковском районе потерялись трое взрослых и четверть детей. В заповеднике Столбы спасатели оказали помощь четырем людям. В Ергаках спасли сорвавшиеся сосковые туристы. Уважаемые красноярцы, всего за летний период заблудившихся людей в крае более 120 человек. Также несчастные случаи с туристами происходили и в соседних регионах Республики Алтай, Бурятия и Иркутской области. Обращаемся ко всем туристам. Прежде чем выйти в лес, продумайте свой маршрут. Сообщите родным и близким, куда именно вы отправляетесь и когда вернетесь. Регистрация туристических групп на территории края производится в единых дежурных диспетчерских службах и КГГУ спасателей. Особенно небезопасные зоны для туристов. Заповедник Столбы, Мининские Столбы, Парк Ергаки, Таргашинский хребет, пещеры в Манском районе, Караульная пещера, поселки Удачный, гора Буро, Западное Саяние. Хотелось бы предупредить отдельно. Начался сезон сбора грибов. Будьте осторожны. Напоминаю, что в августе ежегодно регистрируется случай острых отравлений ядовитыми грибами. Не собирайте старые переросшие грибы и помните, что летом до 18 лет употреблять грибы в пищу нельзя. Каждый год в сезон сбора грибов происходит более 10 отравлений. Ну и хотелось бы предупредить красноярцев. Обращаемся к садоводам, чьей дача находится в Березах, в Сомельяновском районе. Будьте крайне осторожны. Были замечены медведи. В Березахском районе хищники были замечены возле СНТ. Учитель 92, родники, ветеран 10. В Ельяновском районе возле станции Тростенцова. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайной ситуации на канале ТВК в это же время. До свидания. Спасибо большое, Валерий Ильич.